У музеев, как и у людей, своя биография. И чем старше они становятся, тем она, пожалуй, интереснее. Севастопольскому военно-историческому музею-заповеднику 60. И ему есть о чем рассказать. Гости, пришедшие на юбилей, рассматривают фотографии. На этих снимках вся жизнь музея-заповедника, его история и люди, которые в прямом смысле слова, ее хранят. А начиналось все с панорамы и диорамы. 6 августа 1960-го их объединили в Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя. Отсюда и дата рождения. Не хватало фондовых помещений. И все это решить можно было, только объединив два этих объекта в единый государственный музей с единой целевой программой развития. Это был приказ министра культуры Украинской ССР от 6 августа и приказ по управлению культурой из полкома Севастопольского горсовета от 22 августа 1960 года. Позже появились и другие отделы экспозиции. Открылись на Малаховом кургане в доме музея Севастопольского подполья. В начале 70-х в состав вошел Владимирский собор на центральном холме «Усыпальница адмиралов». А 4 года назад бывший кинотеатр Украина превратился в культурно-выставочный центр. Это был первый объект ФЦП развития Крыма и Севастополя, который нам удалось этот проект реализовать. Мы отреставрировали полностью это здание. Мы провели масштабные реконструкции и отреставрировали все памятники, которые находятся на Малаховом кургане. Работы, которые мы сейчас проводим на Сапон-горе, на мемориальном комплексе, мы уже на стадии завершения. Будем возобновить, вернее, работы на историческом бульваре. Музейные объекты и памятники находятся в разных районах города. Общая площадь территории превышает 40 гектаров. «Каждый день приходишь на работу и просто воспринимаешь все наши объекты как свои родные. То есть все наши субботники, фестивали, все это происходит от души. Действительно, идешь на работу и радуешься». Юбилей музея-заповедника тоже встречают радостно. В зале сотрудники и почетные гости. Поздравляют, благодарят за работу и за те знания, которыми делятся с каждым, кто приходит на экскурсию. «60 лет – это много и мало, но это, в принципе, жизнь. И эта жизнь будет продолжаться, пока мы вместе с вами будем работать во имя нашей Родины». «Статус музея-заповедника был присвоен в 2019 указом президента. Он относится к особо ценным объектам культурного наследия. Коллекция постоянно пополняется. Сейчас в ней сотни тысяч экспонатов. Но главное, пожалуй, народная любовь, которую музей-заповедник завоевал уже давно. Ежегодно его посещают более миллиона человек». Анастасия Синица, Деливер Меджитов. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова